Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Давайте на странице 24 выполним задание под номером 3 Используя карту Всемирное наследие в учебнике на странице 50.51 заполните таблицы У нас две таблицы, которые мы должны заполнить Таблица 1. Объекты всемирного наследия в России В первый столбик мы должны будем написать название объекта природы А во второй столбик мы должны записать творение человека, находящееся в нашей России Давайте сначала вспомним, что такое всемирное наследие Всемирное наследие это самые выдающиеся достопримечательности природы и культуры Которые подлежат обязательной охране Существует специальный список всемирного наследия, которым сейчас уже несколько сотен объектов Всемирное наследие включает объекты природы Это называется всемирное природное наследие И творение человека Это называется всемирное культурное наследие Итак, какие объекты природы и творения человека Объекты всемирного наследия есть у нас в России К объектам природы мы отнесем озеро Байкал Вулканы Камчатки Остров Врангеля Золотые горы Алтая К творениям человека мы отнесем Погост Кижи Исторический центр Санкт-Петербурга Московский Кремль Красная площадь Теперь давайте заполним таблицу под номером 2 Она называется объекты всемирного наследия за рубежом То есть мы тоже должны будем в первый столбик записать объекты природы Во второй столбик творения человека Но только не те, которые в нашей России находятся А находятся в других странах То есть за рубежом Итак, к объектам природы мы отнесем водопад Виктория Большой барьерный риф Водопад Игуасу Национальный парк Гранд Каньон Национальный парк Селинг-Ти А к творениям человека мы отнесем Статую Свободы Афинский Акрополь Абу-Симбел Музолей Тадж-Махал И Великую Китайскую Стену Если вам понравилось видео Смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях Продолжение следует...